Так, ну что, ребят, всем привет! В общем, сегодня обсудим вкратце Луна Классик и Луну, почему она всё-таки подросла. И, соответственно, Терра Классик Бёрн у нас причина недавнего всплеска Луна Си и Луна, то есть у нас произошло сжигание и стоимость у нас подросла, естественно. Что повлияло? Обновление версии 22 для валидаторов Луна Си в настоящее время было выставлено на голосование, что может объяснить увеличение Терра. Многие считают, что голосование произойдёт, поскольку обновление восстановит стейкинг в сети. Надёжный проект, в котором я заработал большие дивиденды, это Amolix.io. Я досконально проверил репутацию проекта, команду, а также лично вложил свои средства в проект и неоднократно выводил их. Amolix.io показал себя надёжным и прибыльным проектом, в котором я до сих пор держу свою инвестицию, которая на постоянной основе приносит мне отличную прибыль. Это очень выгодная позиция, если вы опасаетесь, можете начать с инвестиций с минимальной суммы в 50-100 долларов и проверить самому, что проект работает как часы. Ссылка на проект в описании под роликом. 66% валидаторов должны одобрить изменения, чтобы оно вступило в силу. Онлайн-запросы показывают, что 69% избирателей, имеющих право голоса, проголосовали, однако официального подтверждения этому пока что нет ещё. Проект может использовать импульс, который даст голосование, поскольку опция ставок снова активна, Терра Классик вероятно испытает подъём. И если сообщество одобрит изменения, размещение ставок Терра Классик возобновится 26 августа. Кроме того, запись идёт полным ходом, Luna Burn Tracker сообщает о росте числа случаев сжиганий на 34%. И многие сравнили кончину Терра с финансовым кризисом 2008 года, вообще не одно и то же, его влиянием на криптовалютный сектор. До конца, учредитель, это ещё не произошло этого влияния, если бы такое было, биткоин бы уже ниже 10 тысяч долларов стоил. До конца, учредитель впервые после катастрофы высказался на интервью, выразив сожаление по поводу своих ошибочных предложений, да похер ему абсолютно. Вот на момент написания монеты под названием Luna Seed оговалась у нас на таких-то отметках. Ну, в общем, интересные твиты я нашёл ещё, что у нас биржа Binance, которая хочет уберечь своих пользователей, как они сказали. Ну, когда они в последний момент убрали уже фьючерсы, когда люди потеряли бабки, да. Ну, и они успешно на этом заработали. Тогда они убрали фьючи там и делиснули пары там, Луну и UST. Вот, а потом залистили новые версии 2.0 и, соответственно, они теперь поддерживают сжигание, в том числе от Луна Си. Имейте это в виду. Потом также ещё добавили стейкинг, в том числе, о чём и говорилось, то есть дата это у нас, получается, вот 1 сентября вышла. И, соответственно, можно будет застейкать уже, говорится, что 471 миллион у нас достигло, не знаю, что перевод такой. Только, короче, 471, даже миллиард Луна Си уже скоро будет застейкано, поэтому имейте это в виду. Вот какой будет процент для стейкинга, очень довольно-таки большой, имейте в виду. Вот, потом, соответственно, говорят, что никто не продаёт, все строго покупают. Ну, естественно, на росте все покупают, а на падении все продают. Ну, логично, что толпа побежала покупать на хаях. И, соответственно, также ещё у нас ошеломляющие новости, что не будьте удивлены, если Луна Си достигнет 1 доллара уже завтра. Ну, и в том числе у нас растут объёмы, но объёмы, я напоминаю, растут в том числе из-за цены, поэтому Крупняк решил пропампить данную монету. По поводу, стоит ли покупать, либо нет, я скажу в конце ролика. Вот, по поводу листингов, также Теру и Луну, да, и Луна Си, Луну 2.0, там и Луна Классик, короче, залистили на биржу Полоникс и на многие другие биржи. Поэтому имейте в виду, из-за этого всплеск роста также мог идти. Поэтому также ещё у нас вышла новость, что партнёрство объявите о дополнении к панели инструментов TFM, список проектов экосистемы Тера, Тера и Календарь IDO. Также, как мы видим, они поддерживают различные IDO-проекты. В том числе, как мы видим, запускают свой проект Vika Mainnet. Основная сеть будет запущена на Тера 2.0. Имейте в виду, также Тера 2.0 у нас поддерживает новые стартапы. И также, как мы видим, у нас поддержала ещё данный проект. Это у нас наш блокчейн-сервис запущен и Тера Мани теперь полностью запущен. Добавьте способ оплаты, то есть даже с помощью Тера Луны и её экосистемы можно оплачивать теперь какие-то услуги. Имейте это в виду. Потом также ещё Лип Тера у нас сообщает, что был запущен у нас кошелёк Тера 2.0. Теперь доступен в кошельке Алип и они также сотрудничают с Астропов Фай. Вот, 74 тысячи пользователей, чтобы каждый раз получать лучшие ставки по свопам. Имейте это в виду. Также вот ещё сотрудничество с каким-то тоже каким-то стартапом Пульсар Файненс. И будет запущен и также Лунатики, так называемый, да, которые верят в данный проект. То, соответственно, можно будет участвовать и, я так понимаю, в сфере NFT благодаря Луна 2.0. Также у нас было сжигание, напоминаю, вот 1 сентября вышла новость. Сожжено у нас было, я так понимаю, 3 миллиарда монет, 3 миллиарда 191 миллион. Поэтому имейте в виду, и также были сожжены у нас монеты UST. Это где-то около 4,5%, а здесь это 0,004%. Ну, это, ой, сотых, извиняюсь. Ну, не так много, но всё равно. Вот, потом также Доклон у нас сообщил адрес для сжигания. И вы можете также его посмотреть. Он выпущен был ещё 22, получается, мая. Вот, если зайти на Луна Бёрн Валет, вот у нас всего было сожжено 3,5 миллиарда монет. Цена Луны на текущий момент, ну, и сожжено было на 6,529 миллионов. Ну, опять же таки, я считаю, это всё показуха. Если посмотреть на Тарафайндер, вот у нас здесь осталось коинов 259. Лера у нас, Творецкая, лежит 2000, если посмотреть этот адрес, да. Потом переключаемся в классик. Самое интересное, немногие это делают. Ну, значит, вам, ребята, походу наврали. Вот, также UST у нас здесь всего лишь 101. Может, я чего-то не поминаю, да, не поминаю, да, вот этот проект. Не понимаю, но, как бы, ребята, напишите в комментах. По поводу остальных моментов, давайте глянем. Если Тестнет взять, тестовую сеть, то Луны здесь всего лишь 17. И Локал Тера, то есть локальные какие-то Тера монетки. У нас здесь аккаунт написано, что ничего не поддерживает. Ну, и транзакций тоже никаких. По поводу Луна Трекер, у нас Берн Алерт, у нас вчера было сожжено 50 миллионов Луна Си на 14 тысяч долларов и отправлено на данный кошелек. Если нажать Find Terra Money, ну, вот нажимаем Find Terra, ну, и, соответственно, вот эти вот монеты были перемещены, но уже на другой кошелек. Также вот еще у нас один Алерт, что 100 миллионов Луна Си также было сожжено на 28 тысяч долларов и отправлено на кошелек. Ну, можете загуглить там любой вот этот Луна Берн Трекер, найти ее в Твиттере и можете также отслеживать. Потом также интересная новость вышла, что у нас активных валидаторов, которые их поддерживают, у нас 45% от общего числа предложат новое обновление Луна Классик по версии 0.5.21. Это Классик в блоке по времени блокчейна на Тера 12 августа в ERL, ну, и на Real Life, да. Поэтому имейте это в виду, тоже какое-то обновление будет у нас запущено. Потом, соответственно, также еще у нас вышла новость по поводу того, что у нас было, скоро будет сожжено 7 миллионов, получается, 777 тысяч, ну, короче, 777 такие Тритопора Луна Си. Вот, поэтому, ну, Луна, как мы видим, находится в таком накоплении, если по поводу цены вырастет Луна, ну, я все-таки жду ее обратно выше 20 баксов. Почему? Потому что я хочу выйти в 0. Ну, дадут выйти в 0, окей, не дадут, ну, хрен по ней, как бы. То есть я смогу, я мог, конечно, встать пораньше, но я почему-то подумал, что не дадут не выйти даже в 0. Я не ожидал, что мы стартанем с 1 доллара на 25. Поэтому имейте в виду, что имеется у нас сейчас здесь такое вот накопление, такой вот боковичок, который потом в будущем может выстрелить довольно-таки сильно. И, ну, в целом, в накоплении мы уже находимся порядка, ну, уже третий месяц почти. Поэтому однозначно, я считаю, стоит прикупить, но, но, если вы хотите рискнуть на свободную сумму, не более чем 0,5% депозита, я лично закупать не буду. Кто хочет рискнуть, побаловаться чисто на свободные бабки, но учитывайте, как только вы поинвестировали, считай, вы бабки уже потеряли. Но в целом, до скольки может выстрелить? Но в целом, если посмотреть три месяца, обычно, ну, пару иксов должен дать, то есть здесь даже можно будет забрать те же, там, может быть, до 5 долларов достигнем. Ну, если по идеальных раскладах куда-то в 7 баксов, ну, если вы прям ждете, как я, ну, 10-12 иксов, не знаю, возможно ли это, ну, все может быть. Как бы, Луна Си у нас также пропампилась, если ЮСТ глянуть, ЮСТ сейчас на текущем этапе, вялотекущее так идет. Соответственно, тоже, якобы, такое диагональное накопление, небольшие пампы, но монета, по сути, умирает, то есть здесь она давала тоже бешеные иксы, ну, а почему Луна не может дать? То есть, если ЮСТ, стейблкоин, напоминаю, якобы, стейблкоин у нас дал здесь 10 иксов, то почему бы не дать обычной Луне? Да, а Луна Си, давайте глянем за последнее время, стоит ли по ней сейчас докупаться. Ну, опять же таки, я считаю, уже поздновато, тут давала 2,5, если всего, здесь около, там, 5, может быть, 5,5 иксов дала. Ну, а если отсюда, то также было накопление, по Луне имеется оно, поэтому, как мы видим, какой бы график, там, херовый не было, все равно, ну, вот здесь мы постояли в накоплении, получается, около сколько, тоже, там, 2 месяца буквально, и после этого выстрелили здесь на пару иксов, и, я думаю, по Луне может быть, в принципе, то же самое. Поэтому имейте это в виду. Сейчас заходите, вы заходите на хаях, понимаете, то есть те, кто заходили, там, вот здесь, вот здесь, там, и так далее, вот здесь. Ну, если вы заходили вот здесь, к примеру, я все-таки порекомендовал бы вам выйти вот здесь. Понятное дело, есть ли потенциал дальше подрасти, да есть, понятное дело, ну, потому что сжигание, там, все дела, но, ребят, имейте в виду, объемы падают, и плюс у нас рынок сейчас развернется, и он уже разворачивается, биток там и так далее, а он очень сильно зависит от битка. Биток стоял в боковике, понятное дело, Луна Классик могла подрасти, но сейчас биток рыпнется вниз, значит, там, 19 тысяч, и все, и Луна Классик вот так вот, ну, попает вниз, имейте это в виду. Поэтому опасно сейчас заходить, и, вероятнее всего, вы словите вот такой вот минус, как минимум, а то и вот такой. Поэтому сейчас заходить на хаях, я считаю, смысла нет. Если вы не зафиксировались, ну, у вас еще есть возможность, кто хочет ждать выше, ждите, но в идеале надо было фиксироваться еще вчера, либо позавчера. То есть, ну, опять же-таки, в принципе, отметки плюс-минус такие же, поэтому у вас есть еще возможность выйти. Поэтому фиксируйтесь, вот, если кто вдруг не фиксировался, поэтому имейте в виду. По поводу UST, я бы не заходил бы, в Луну на свободные бабки 3 месяца там накопления, если хотите, можете зайти побаловаться. Но учитывайте, что риски сверхвысокие, что вы с вероятностью 99% бабки свои потеряете. Ну, я говорю, как есть, ну, а в Луна Си уже надо фиксироваться, а не закупаться, как многие делают. Также еще у нас важный момент, то, что люди продолжают держать, ну, не знаю, люди или хомячки, вот, держат эти щиткоины, так называемые, соответственно, на бинансе у нас. 4 миллиона долларов кто-то держит на Coinbase, 3,5 миллиона, поэтому имейте в виду, и, соответственно, на других биржах UST у нас держит 44 тысячи человек, даже почти 45 тысяч. Также у нас Луну держат 70 тысяч холдеров, верят и надеются на одном кошельке 50 тысяч, ой, 50% и на Кукурне, там, на Бинансе, в том числе на Полониксе и на других биржах. То есть люди держат монеты, люди сидят и верят. Ну, Луну еще ладно, но держать там Луну классик, либо еще что, ну, я считаю, опасная затея, поэтому имейте это в виду. Вот, всем удачи и всем пока, пишите свои мысли, что вы думаете по этому поводу. Проект, в котором я зарабатываю высокую прибыль, который не только словом, но и делом доказал свою надежность и высокую прибыль от инвестиций, это amolix.io. Ссылка на проект в описании под роликом.